Я не ожидала, что столько проблем будет в таком комплексе, он как бы не дешевый. Когда ты покупаешь новую вещь, к клиенту отношения никакое. Нет, дом абсолютно не сдан. Только-только, буквально поштукатурено. Ребята, вам говорю, должно быть стыдно за такой дом. Андрей у нас личность популярна, видимо. Значит, рыба есть. Просто вот так насыпали, штукатурочку покрасили и все. Но почему управляющая компания не подкрашивает? Потому что школа им нужна сейчас. Ну, это какой-то трындец. Здесь, обратите внимание, да, вот мусор. Что здесь будет расти? Стоят, бамбук курят. Есть график производственных работ. Это, наверное, самый главный приятный момент застройщика. Но видно, что спешат. И вот это, конечно, как-то меня, честно говоря, печально. Здесь постоянные ветра. Почему они не смогли? Вход и НСК. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами на юго-западе Санкт-Петербурга. В недавно сданном жилом комплексе Огни-Залива. Итак, первое – это проход в жилой комплекс. Для того, чтобы вам пройти в жилой комплекс, вам нужно пройти через пост охраны, показать свой паспорт, назвать номер квартиры. Представляете, какая безопасность? Обращаю ваше внимание на решетку. Есть забор строительный обычный. Внутри мы с вами видим, что работы все по благоустройству просто не завершены. Здесь такой технический асфальт, или его просто уже раздолбали большие грузы. Здесь почему-то песок вместо зеленых насаждений. И вот, к сожалению, это вот в таком виде застройщик сдал объект. Но для того, чтобы пройти в жилой комплекс, есть вот такая проходная, на которой написано «вход» и «НСК». И через вот эту проходную жители должны проходить в свой сданный объект. Здравствуйте. Пожалуйста, да. Понимаю. И, соответственно, мы сюда пришли, меня пригласил подписчик на приемку квартиры. Но кто-то охране уже передал всю информацию, и меня не пустили, потому что у них есть мой портрет. И вот, знаете, здесь для меня есть такой вопрос. Если вам есть что-то скрывать, то, конечно, блогеров лучше не допускать. А если ты строишь хорошо и уверен в своей строительной компании, в своей стройке, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы это все показать. Продолжение следует... Итак, друзья, первое, что мы сейчас про него прогуляем, посмотрим, всегда где-то есть проход, который открыт, и можно зайти. Итак, смотрим на фасад. Издалека он смотрится достаточно ровно. Внизу мы видим цоколь, что это обычный искусственный камень, то есть это сразу удешевление проекта, и первые моменты пошли. Обращаю ваше внимание вот на эту алюминиевую красивую дверь, на которой почему-то до сих пор есть защитная пленка. Теперь смотрим на нижний правый угол этой двери, и видите, вот эту дырку по-другому это не назвать. Соответственно, почему они не смогли сделать ровно примыкание, я, честно говоря, не понимаю. А теперь обратите внимание на отлив. Отлив препятствует попаданию влаги внутрь вентилируемого фасада, ну и, соответственно, всего этого дома. И вот мы видим, вроде вот сделано так все ровно красиво, а нет, почему-то здесь отлива нет. Не знаю, ветром унесло или смонтировать забыли. А если поднять голову выше, то вот мы видим аналогично. Почему-то здесь тоже его нет, и на последующих этажах нет, но вот, кстати, видны крепления. По мне, на самом деле, это странно. У каждого строящегося объекта есть паспорт объекта, и этот объект не исключение. Здесь мы видим, что строят, адресы объекта и сроки строительства. Здесь мы в сроках видим, что дата начала строительства 20 октября 2020 года, и планируемые сроки окончания работ декабря 2023 года. И уже видно, что они переносили срок, потому что вот этот декабрь 2023 года, это уже нанесли потом. Сегодня у нас 11 марта 2024 года. Первое, конечно, нужно понимать, когда ты приобретаешь здесь квартиру, то, что здесь постоянные ветра, и вот сейчас, на самом деле, очень холодно. Если там, где нет залива, это намного теплее, это касается не только этого проекта, но также, например, на мывных территориях на Васильевском, или вот там, наверное, на кораблестроителях решили приобрести. Везде, где большое количество воды, везде будет, соответственно, ветер, и везде, соответственно, будет холодней. Обратите внимание на территорию. Знаете, вот лично у меня почему-то нет ощущения, что это сданный объект. Кстати, вот не понимаю, что же такое с отливами? И вот здесь его нету. То есть он сломался, что произошло? Странно, конечно. Очень-очень это странно. Ну, главное, флаги повесить. Кстати, прикольно сделали вот такой маяк. Считаю это здорово. Так интересненько. Но территория вот на данный момент здесь все, знаете, как-то пусто. Вспомните, к примеру, рендеры застройщика. Обратите внимание на них, и поймете, чего здесь не хватает. К примеру, я здесь вижу, что не хватает остекления. Причем его так прилично, друзья, не хватает. И здесь стекления нет, и здесь нет. Если было бы окно открыто, то было бы видно. Но они все закрыты. То есть здесь просто нет стекол. А дом сдали. Вот, знаете, такие вопросы возникают. Где стоит, соответственно, забор, это территория комплекса. Соответственно, его когда демонтируют, то есть должны были уже демонтировать, раз объект сдан, и, соответственно, мы будем ходить вот здесь, по тротуару. А на данный момент это все вот выглядит вот так. Отсюда, конечно, классный вид. Один, наверное, из интересных объектов, это от застройщика легенда. Кстати, кто проживает в домах от легенды здесь, напишите, пожалуйста, в комментарии, есть ли какие-то проблемы, там, например, с промерзанием стены или продуванием окон, и все ли, в принципе, у вас в порядке. Вот мы подошли чуть ближе, и мы, соответственно, с вами что видим? Мы видим, что здесь просто нет стекол. И вы знаете, вот как так можно было сдать объект и не остеклить? Это вопрос. И вот, видите, двух охранников за мной прислали, чтобы они ходили и смотрели. Не дай бог пройду и покажу вам, друзья, правду. Обратите внимание, друзья, вот здесь не хватает наличников, то есть они должны были быть, чтобы закрывать, чтобы мне все не продавал, но почему-то нет, знаете, ну вот нет же, да, вот ощущения, что это завершенный объект. Я вот смотрю на эту территорию, вот вижу, например, вот она, временная электрика стоит. Что она здесь делает в данном объекте? Я, честно говоря, не понимаю. Но вот так смотришь, вот здесь у двери аналогично, почему-то кусков не хватило. Вот как вы выразились, нащельника вот этого наличника, причем его здесь на многих местах не хватает. И вот это, конечно, как-то меня, честно говоря, печалит, почему сдали дом и не доделали. Вот здесь, например, тоже, да, обратите внимание, его тоже почему-то нет. А ветер же будет туда попадать. Изнутри это можно не заметить, только обратив внимание с улицы. А раз у нас с вами такая сегодня уникальная возможность, мы, естественно, обойдем весь комплекс и все внимательно посмотрим, где что есть. Ну вот здесь с дверью почему-то то же самое. Я не понимаю, почему вот не сделать ровное примыкание, почему у вас цоколь заканчивается в 5-7 сантиметрах от облицовки входных дверей. Мне, честно, непонятно. Мы с вами заходим на мой ресурс andreartemov.ru, заходим, проверка новостроек и вторичного жилья, жмем пункт проверка новостроек, жмем поиск, вводим огни залива с данный дом и который должны были сдать. Итак, смотрим, вот она карточка этого жилого комплекса, огни залива. Мы видим, что уже горит красным, потому что выдача ключей должна была быть до 01.03.2024 года. Распроданность квартир 68%, в принципе, на сегодняшний день это неплохо. Класс энергоэффективности здания С. Ну, сами понимаете. Итак, давайте что смотреть. Давайте проверять. Жмем кнопочку проверить и что мы видим? Что один из один домов введены в эксплуатацию с задержкой. Первое, что нарушены требования законодательства по актуализации документов. Нет проектной декларации. Раз. За март. Второе. Разрешение на строительство просрочено. Срок действия истек 31.12.2023 года. То есть, что у нас получается? Что застройщик сейчас все работы ведет незаконно? И давайте смотреть по плановым переносам сроков строительства. Срок увеличен на один квартал, еще на один, на два, на три, на семь. Должны были сдать во втором квартале 2022 года, а перенесли аж на первый квартал 2024 года. О чем это говорит? Что у компании однозначно есть проблемы. Ну и, естественно, остался только неизменным срок передачи ключей. Они страховались. Должны были сдать во втором квартале 2022 года, достраивать и выдать ключи до 1 марта 2024 года. Что, к сожалению, у них не получилось. Ну вот здесь мы тоже вот видим. Вот есть крепление под стекло, под козырек. Но здесь его нет. Здесь его тоже нет. Ну хотя бы свет горит. А здесь если посмотреть чуть выше, ну-ка давайте увеличим. Вот видите, вот так вот в центре кадра, друзья, это утеплитель. Голый утеплитель оставили. А вот видите, уже красочка облупилась. Не успели сдать, а уже нужно заявки по гарантии оставлять. Либо, соответственно, там тоже должен был быть какой-то наличник, но его почему-то здесь нет. И вот так идет, наверное, до самого... Да, до самого верха, друзья. Самое, конечно, здесь классное, это Дудерговский канал, это Финский залив. Соответственно, здесь есть где погулять, гулять, может даже искупаться. Лето вообще обещает очень-очень жарким. Вот тоже, обратите внимание, вот сделан какой-то заезд. Не понимаю, почему уклонка не пошла раньше. То есть, ну вот как-то, ну, может быть, так и надо, не знаю. Почему-то не хватает брусчаточки. Почему-то мы видим, что здесь идут работы по обустройству данного участка. Обратите внимание, также мы видим, что здесь не доделано. Специалисты у застройщика классные. Нет ни форменной одежды, ни спецовок, ни, соответственно, кассок. Но видно, что спешат, чтобы быстрее передать ключи от квартир, чтобы не платить неустойку. Напомню, что раньше был приказ Мишустина, вернее, постановление. Но сроки по постановлению прошли, и теперь можно принимать квартиру с недостатками, а потом по закону защиты прав потребителя подавать иски к застройщикам и по срокам, и по качеству. Летают самолеты. Летают, кстати, достаточно часто. Они идут на взлет. Так что имейте это в виду. Когда рассматриваете объект, здесь мы видим с вами гидроизоляцию, которая уже отвалилась от пеноплекса местами. Классно сделали. Пены многомонтажной. Она как раз самая то. Очень хорошо себя впитывает влагу. Вот здесь тоже специфическое место, что что-то цоколей до сих пор нет. Странно, конечно. По вот этим всем домам, друзья, ключи должны были быть выданы до 1 марта 2024 года. Но мы с вами видим, что работа здесь еще, ну вот, наверное, по озеленению и всему остальному, тут, наверное, недели две. Но, естественно, непонятно, что там еще внутри. Потому что, конечно, фасад еще здесь что-то они тут делают. Он, видите, вот эти вот панели вот здесь почему-то есть, а где сдали дом, вот уже ключи вдают, там их нет. Ну, как-то по мне очень специфическая стройка. Очень специфическая. И непонятно, знаете, почему они на самом деле опаздывают. И не нужно говорить по поводу санкций. Потому что все, что есть, производится на территории Российской Федерации. Соответственно, когда застройщик перед самой сдачей получает ЗОС, в котором указано, что проект соответствует, дом построенный соответствует 100% проекта, и можно, соответственно, сдавать. Потом они собирают документы и, соответственно, уже после этого получают разрешение на ввод и денежки с эскроу-счетов. Это, наверное, самый главный приятный момент застройщика. Ну, вот видим, укладывают асфальт. Свежий запах асфальта. Мне лично нравится. Красота. Да, должны были еще до 1 марта успеть все сделать. Ну, это что-то это. Строители. А, так вот, по поводу сроков. Значит, в любой стройке есть график производства, соответственных работ. Соответственно, по которому строители должны выполнять определенные функции, определенный объем работ каждый день. И, соответственно, с этого идет как раз и срок строительства, срок сдачи и передачи, соответственно, отключений. Но почему-то здесь не успели. А видовые, конечно, характеристики здесь классные. Даже с невысоких этажей. Почему? А потому что здесь уже ничего не построят. Здесь дорога, тротуар и, соответственно, канал. Вид хороший. Здесь мы с вами видим, что тоже с территории почему-то до сих пор ничего не сделано. Вот здесь уже какие-то вяло текущие работы идут. Стоят, бамбук курят. Гравием все засыпали, зеленения также нет. Знаете, даже ладно траву сажать еще, да, рано, я согласен, но почему-то здесь даже земли нет. Знаете, я бы понял, что все уже готово к озеленению. Вот сейчас потеплеет, они травку посадят вместе с деревьями. Но здесь вот смотрим куски асфальта какого-то, бетона, все прям туда закапывают. Здесь, обратите внимание, да, вот мусор. Что здесь будет расти? Бетон, упаковка от пеноплекса, от хлеба, кабель-канал и все. И еще мне, кстати, радует, вот здесь, видите, они оградили территорию, то есть я понимаю, вот здесь мы будем ходить, тротуар, конечно, здесь узенький, и вот обратите внимание на качество только уложенного асфальта. Ну, это какой-то трындец. Это просто трындец. Почему такое качество, мне, честно говоря, непонятно. Ну, вот здесь тоже, да, вместо цоколя мы видим гидроизоляцию, наплавляемую. Надеюсь, она хорошо сделана и ничего здесь не будет протекать. Но, конечно, вид совсем должен был быть другим. Мы сейчас с вами пройдем, посмотрим то, что они сдали. Вот эти уже дома впереди и посмотрим, что с ними стало. А вот здесь тоже обращаю одно из мест. Смотрите, то есть вот здесь нужно подняться будет наверх. Скорее всего, здесь делают ступени. Вот у меня сразу вопрос, а как быть жителям с детьми, бабушкам, которые с тележками ходят, как это им все сюда поднимать, как ребенка поднять с коляской девушки, ну, по мне, это не годится. Из плюсов, конечно, здорово, что строят школу, но учитывайте тот момент, что если у вас есть дети школьники, то школа им нужна сейчас, а не через 10 лет. Через 10 лет им эта школа уже не нужна. Им уже нужен институт либо другое какое-то училище специализированное. Поэтому я, конечно, не понимаю, почему у нас вначале строят дома, а потом строят соответственно соцобъекты. И здесь соцобъекты это не вопрос в первую очередь к застройщику, а просто непосредственно к городу. Потому что город должен обеспечивать на все вот эти строящиеся и построенные квадратные метры жилья, детские сады, школы, поликлиники и больницы. Ну, здесь мы видим тоже вот строители стоят, белые каски пришли, что-то, может, проверяют. Мы видим, что утеплитель здесь есть, до конца асфальт не закатали. Ну, про зеленение я, конечно, молчу. И вот здесь на данный момент попросту нет. Вот видим, тоже панели монтируют. Да, должны были все уже передать до 1 марта 2024 года. А с высоты, конечно, хороша видна эта стройка, видно, что работы идут, но не знаю, как быстро они начнут передавать ключи. Я, кстати, не удивлюсь, что уже в скором времени начнут передавать, для того, чтобы минимизировать свои риски по судебным, соответственно, издержкам. А я вот поднялся вот по, не знаю, трапнеру, это можно назвать, который уже весь ржавый, вот такое качество, какой, 20-й год, если не ошибаюсь, это сдали. И вот, обратите внимание, что, конечно, за этим нужно ухаживать. Сжатчина пойдет, я не спорю, но почему управляющая компания не подкрашивает, не убирает коррозию, мне, честно говоря, непонятно. Здесь аналогично. Второй у меня вопрос, например, для чего ступени делать из металла, потому что она все равно будет ржаветь, люди будут краску, обуви сдирать. Ладно, давайте смотреть на сам двор. В первую очередь. Понятно, скажете, что во второй все круче, но я что-то во второй очереди ничего не вижу, там только идет монтаж. Я вот смотрю на этот двор, ну, это какое-то, знаете, общежитие похоже. Возможно, общежитие для военных, которые привыкли нести вот такой специфический быт. То есть вот они приехали временно, пожили, уехали. Детская площадка, недорогое оборудование, отсутствие зеленения, газоном это тяжело назвать, это просто какая-то трава и все на этом. Больше здесь ничего нет. Входные группы, ну, это просто, ну, я не знаю, жесть какая-то, реально какая-то жесть. Ну, вот и видно, да, как люди ходят, как тропинку вытоптали. Ну, сейчас пойдем, зайдем, посмотрим дом. А здесь, кстати, очень наглядно можно посмотреть, на как держатся вот эти плитки. Эта керамическая плитка держатся, вот эти штуки называются крепления-клеймеры. Вот они сверху зажимают, снизу зажимают, вот здесь еще сбоку зажимают. Ну, вот здесь видно лицевую, как они подпиливали, очень красиво сделали. Почему было целую плитку не поставить, мне, честно говоря, непонятно. Но, кстати, фасадик, вот, смотрите, как бы расстояние, хоть и большое, но, в принципе, практически ровненько сделают. Что здесь уже кто-то поразгибал, поразгибал. То есть, не как это частенько бывает, а тут ровно, молодцы. Ну, и выше посмотреть, если тоже особо придираться я не буду. А я всегда говорю о том, что нужно смотреть объекты от застройщика, которые уже сдали. Да, может кто-то сказать, что новые объекты, они немножко отличаются. Я согласен, там нет вот таких трапов, я, по крайней мере, их не видел. Но, ты все равно будешь понимать, что через какое время, что будет с этим комплексом. Ну, вот если посмотреть вот на это место примыкания, то, знаете, ощущение, что здесь сквозная, наверное, коррозия. И, почему по гарантии до сих пор ничего не сделано, мне, честно говоря, непонятно. Потому что, на дом, напомню, есть гарантия в соответствии с федеральным законом номер 214. Пять лет на его конструктив. Это конструктив. Нужно обращаться. Если жители не обращались, раз управляющая компания от застройщика, я так полагаю, молчит, то, соответственно, сами, старайтесь сделать так, чтобы дом был в хорошем состоянии, а вот не в таком. Но из плюсов новостройки, конечно, что здесь есть магнит, хотя бы понимаешь, куда можно сходить и купить продукты. Вот за этим домом направо новостройка. Это вот первую очередь, назовем это так, которые сдали. Огни залива. Знаете, вот в таком поле из колхозной травы с недоакустиками полудохлыми маленький такой кораблик. летом, да, тоже какие-то кустики видны. Вот так, друзья, выглядит озеленение. Вот так выглядит трап наверх. То есть на стилобате расположена детская площадка. Ну, как-то, знаете, вот меня грусть, тоска берет, когда я такой дом вижу. Смотрите, как трубу-то ливневка или еще это, что-то как-то, вмонтировали просто, ну-ка, видно, нет. Смотрите, как брутально. А у нас с вами есть открытая дверь. Это третий подъезд. Здесь есть указатель. Здесь есть парадная, называется, ничего себе. Этажность. Соответственно, вот здесь плиты не керамические, а композитные. Да, не композитные, а облегченные, на заклепках уже окрашивали. Заходим. Тут просто лежит коврик. То есть, никакого более низкой части под этот ковер нет, но зато алюминиевые широкие двери. Ну, вот я не знаю, друзья, вот это парадная разве? По мне, это обычный подъезд, причем такой, ну, обычный, просто обычный подъезд. Ничего такого нет. Почтовые ящики мне честно напоминают, как в советской панельке, вот такой же цвет, только вроде они были поменьше. Ну, вот из той же серии. А здесь у нас два лифта, есть указатель, на каком этаже находится лифт, но вызвали и поедем на самый верх. Олив, прикольненький, друзья, давайте, 20 этаж. Красивая отделка. Митсубиси, ничего себе. Слушайте, классный лифт. На полу, обратите внимание, плитка, да? Не, не плитка, это ламинат такой под плитку. Слушайте, отделка классная, вообще супер, молодцы. Знаете, не хватает только здесь зеркала, почему-то нет. Может быть, и было его раскокали, поэтому и нет. Ну что, лев здесь едет достаточно быстро. Мы с вами погуляем, пока ждем жильцов с приемки, чтобы с ними поговорить. Быстро, кстати, поднимается, выходим, 20 этаж, ну вот так красочкой напылили. Здесь отделка, ох, какая она здесь печальная, друзья. Просто вот так насыпали, штукатурочку покрасили и все. Окрасили вместе с лампой. Здесь самый основной плюс, что здесь тепло, потому что, конечно, здесь на улице очень холодно. Межквартирный коридор, последний этаж, здесь мы видим трубу. Причем странно, серая обычная труба, там сверху никого нет, это такая обычная канализационная труба, ну, похоже, это ливневка, да. Вот видно, как здесь стекло, причем так не слабо, здесь уже видно, что они частично ремонтировали, но вид, конечно, так себе по мне, очень так себе. Вот такие элементы, когда это вешают управляющие компании, да, не жильцы, конечно, мне, например, лично не внушают никакого доверия. А здесь выходим, есть небольшой тамбур с мусоропроводом, господи. Вот все его закрывают, заваривают. Я не понимаю, для чего проектировать вот это. И знаете, бывает тоже выходишь в проекте, мусоропровода нет, но вот этот кусочек есть. То есть они берут тупо старый проект, экономят очень сильно, мусоропровод не ставят, а вот такой кусочек есть. Поэтому, когда проходите не просто коридор, а вот такой закуток, знайте, что это проект практически из СССР. Выходим на переходной балкон. Вот она, друзья, видна, строящаяся школа. Школа, кстати, достаточно большая. Стройка идет, мусора, конечно, много, но что-то у них как-то настройки порядка, честно говоря, маловато. Детский садик, территория детского садика прямо во дворе. Это, наверное, самое прекрасное решение от проектировщиков и от застройщика. А здесь мы видим корабли, баржи даже, наверное, это можно назвать. Ну, круто. Конечно, круто, когда ты смотришь на воду. Вот такую, да, любви, конечно, здесь классный. Мне нравится. Ну, здесь обращаю внимание, что вот этот цвет, это уже ржавчина. Кляймеры начали ржаветь. Соответственно, ничего хорошего в этом нет. Я не знаю, сколько лет они прослужат перед тем, как проржавеют до такой степени, когда начнет все это падать. Дверь тоже немножко ржавая, но не такая, как бывает частенько в новостройках, которые только сдали. Итак, здесь лестничный марш, ограждающая конструкция. Ну, не сказал бы, что держится крепко. Сама, кстати, труба достаточно мощная, жесткая. Отделка, по мне, убогенькая, по-другому это не назвать. Могли бы сделать, знаете, вот если бы ровные бы стены делали гладкие, то, конечно, было бы лучше. На гладких стенах они должны быть ровные. А здесь просто штукатурку напылил и, в принципе, все неровности нивелирует. Да, высоко, конечно, очень капец, очень высоко. Я не против высотных зданий, но, по мне, чем ниже, наверное, тем лучше. Вот не знаю, даже хотел бы я здесь жить или нет. Что-то как-то мне это не очень нравится здесь. Обращаю ваше внимание на открытый утеплитель. Как вам? Мне не нравится какой-то он кривой и косой. Такое ощущение, что он уже давно помер там. Как считаете вы? Да, со стройки видно, что летит очень много мусора. Интересно, делает ли застройщик отчисление на экологию из-за всего вот этого происходящего. То есть упаковка то ли от плитки, то ли еще на чего-то. А, от плитки, похоже, полетела. И в канал сейчас улетит. Нормально. Видим с вами остановку общественного транспорта. Мне сейчас непонятно, почему хотя бы нет каких-то, знаете, пообразную форму бы сделали. Тут просто стоит сетка. Летом и раздорово, когда будет жарко, чтобы тебя обдувал ветер. Но, соответственно, когда вот сейчас достаточно холодно, ну, тут стоять-то не очень здорово. И из плюсов, конечно, здесь две станции метро, друзья. Это автовая и проспект Ветеранов, до которых 7-8 километров от жилого комплекса. Но понятно, что здесь, если ехать на общественном транспорте, полагаю, это 30-40 минут, возможно, и меньше. На машине там за минуту, наверное, за 15 можно будет доехать. Но без машины здесь, конечно, пока, мне кажется, не очень комфортно отсюда вообще куда-то выбираться. Да, ветер, конечно, очень сильный. Еще обратите внимание, впереди столько много рыбаков, значит, рыба есть. Сергей, добрый день. А расскажите, почему именно выбрали себе квартиру в жилом комплексе Огнезалива? Вообще изначально я был в этой локации, мне понравилась близость залива, сам я занимаюсь электромонтажом и был в соседних очередях, вот вторая очередь, я был там, так скажем, своими руками сверлил стены. То есть мне понравился ремонт, я спрашивал людей, как вам, они сказали, все, это действительно от застройщика, действительно все понравилось тогда. И вот как-то свозил жену, показал место, она тоже оценила, говорит, да, мне место понравилось. Годовые характеристики, я согласен, здесь реально круто, и на канал, и на залив, на сам. В принципе, в этом принципе и выбрали все. Так, вы меня пригласили на приемку квартиры с авангарда, мы с вами подошли к проходной, и что там случилось, расскажите. Получилось все банально, Андрея не пустили. Потому что моя фотография там висит. Потому что, да, Андрей у нас личность популярная, видимо, все знают, ну, скорее всего... Что Андрей показывает все открыто, стесняясь. Ну, наверное, что-то есть застройщику здесь переживать, да? Да, да, конечно, есть. Я тоже высказал, не знаю, представителям, ребятам, говорю, должно быть стыдно за такой дом. в таком состоянии дом сдаваться не должен. Ну, вот смотрите, мы оттюну, например, с вами видим, что, ну, озеленение, вообще двор не соответствует рендерам застройщика. Есть такое? Ну, недоделанно. Абсолютно не соответствует. Даже не то, что озеленение, местами даже где-то и тротуарная плитка, притом это делалось, я все видел это в зимнее время. Продолжение следует... То есть, соответственно, скорее всего, вся тротуарная плитка ее вспучит, когда настанет тепло. Асфальт тоже самое. Погодные условия были не позволяющие. Когда заходите в сам дом, что там с входными группами, все ли там сделано? А ее, грубо говоря, вот как мы заходим с пожарной лестницы. А, с пожарной лестницы? А почему? Оттуда не пройти, где главный вход? Вход, в холл войти можно, лифт грузовой не работает. Лифт не работает. Пассажирский работают, но постоянно туда-сюда смеют строителей, с мешками совсем, он периодически встает, то есть, ну, практически не работает. То есть, пешком нужно идти, наверное. Света в холле, в большом тамбуре есть, в лифтовом, света нет. А в коридорах, в межквартирных? В межквартирных, более культурно все, ну, про свой этаж могу сказать, все уже подкрашено, все нормально, да. Косяки есть, конечно. Мопа вот в таком состоянии, очень грязно. Немножко недоделано. Вот такие решетки отсутствуют. Пожарных кранов нет. Вот здесь тоже. Коллекторная ниша. Сейчас на черную лестницу сходим, посмотрим. Поручни ПВХ нет. Вот так, пыльно. Нету нумерации этажей. Отсутствие, трючка. Тут надписи на ступеньках. Какие-то царапки. Тут ведро. Еще вот в таком состоянии, неаккуратном. Пожарная лестница просто только-только вот прям буквально поштукатурена, не знаю. Свежак, да? Окрашивает. Да, ну вот видишь, вот ботинки все в поклевке. А что по квартире было? Были какие-то существенные замечания. По квартире квартира в общем целом понравилась. Ну, а уже там причистовая отделка. Да, у нас причистовая отделка. У нас причистовая отделка. Да, у нас причистовая отделка. 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 Блин, реальной перегородки нет. У соседей свет горит. Поэтому, так скажем, таких косяков, какие у людей, глобальных нету. То есть есть там, ну, как обычно, по остеклению, рамы это все, по геометрии нет замечаний, слои штукатурки большущие, поэтому они постарались все-таки выровнять стены. Ну, шпаклевка такая, своеобразная, да, это все, конечно, надо все равно перешпаклевывать по-хорошему. Ну, есть такие прям вообще замечания, вот смотришь к соседям на балкон, у них нет отливов, у них нет каких-то частей фасадов, насельников, да, 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 да. И такое замечание, вот вообще рандомно установленный радиатор, панорамный выход на балкон, дверь, у одних установлено у стенки, у других в этот дверной проем поставлен радиатор, вот, ну, какая-то неразбериха, ну, все делалось в торопях, в торопях. Есть ощущение, что дом сдан и готов к заселению? Нет, дом абсолютно не сдан. Один, дом тут же нет, он не сдан. Imент начнём. енной. Б crec барб chuyка совсем дам, не ехал что предупреждает хорiąeda простоя, как он будет подожжена. если бы еще не строки правильно стройка стройка абсолютно стройка я говорю что только из-за того что у нас квартира она не чистовая и как бы мы жить сразу не собирается потому что до ремонт делать да и это процесс не быстрый то у кого с отделкой это вообще просто какой-то капец я считаю что это еще хотя бы как-то допустимо но здесь чистовых много квартир кто уже заезжай живи как говорится а 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 дом не готов это до стройка больше никакого слова и не добавить застройщику какую оценку поставить в пятибалльной шкале поставлю 3 могу сказать что клиенту отношения никакое самого начала потому как момента покупки тогда да 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 расскажите это интересно никакой обратной связи грубо говоря в принципе то и не было то есть как вот мы пришли в отдел продаж зашли туда менеджеры к нам интереса особо вообще не продадут они нам не продадут им абсолютно было безразлично а сейчас когда на приемке там был представитель застройщика или нет представителей да было много общается в принципе все вежливо все нормально говорили что даже стыдно что нас тоже гнали вроде как строителей ну тут что спросить его что искать ну и вот такое отношение то есть я считаю что в таком виде дом сдавать жильцам показывать просто нельзя поэтому но по-нормальному нужно было спокойном темпе это сюда не строят отмыть и передать уже нормально когда я конечно вот получается да вот все будете сейчас ходить и вот мне еще вопрос а вот вы повезете цементом штукатурку мебель а как все от провозить тут строительный забор тут кпп причем так с пристрастие смотрит не дай бог блогер пройдет что-то там покажет но как-то вот по мне вот это ни в какие ворота когда вот так происходит да тут писали что будут как-то договариваться и уберут за борт там в течение двух-трех недель насколько это еще будет строиться неизвестно поэтому а с паркингом с паркингом что там еще не функционирует нет паркинг и даже не обещают даже никакой информации нет а то есть дали с паркингом а когда его запустим поняла позже будут гораздо почему понятно благодарю и поздравляю с покупкой и приемкой квартиры сегодня 7 марта 11 25 смотрите что происходит в 12 парадный начнем заново вот на данный момент что происходит по-прежнему каплю ничего не ликвидирует давайте друзья представим картину что вы пришли покупать к примеру вот новый volkswagen пола прекрасный автомобиль приходите а он весь грязный недоделанный отсутствуют бампера передний и задний вы покупали на дисках а там просто обычная штамповка вы дели же говорите блин ребята а чё такое они год но автомобиль то новый пока ехал на автовозе испачкался бета чего его не помыли но вы же сами это все сделаете помойте а чуть почему бамперов нет ну блин автомобиль то новый через полгода год вы приходите мы вам бампера выдадим и даже диски которые у вас должны быть комплектации то же самое с новостройкой знаете вот когда ты покупаешь новую вещь и тебе приятно прийти ты понимаешь распаковываешь при нового телефона он весь новый красивый запах вот этого новой вещи а здесь ты приходишь и нет ощущения нового и вот для меня это знаете ну не очень неприятно прийти и вместо новой вещи получить какой-то знаете недодел и вот все вот это ощущение от первичной покупки от ожидания она просто меркнет по сравнению с тем что мы с вами видим не озеленение не мопов не отмытых фасадов а идет вокруг стройка то есть мне продали квартиру стройки и и передают красота уважаемая компания руководство компании бфа вы что думаете после того как вы демонтируете забор и я не приду и не покажу если у вас что-то там не так почему вы не пускаете блогера на стройку вам есть что-то скрывать и вообще вам не стыдно так людям передавать квартиры мне лично было бы стыдно лучше доделать сделать качественно а потом уже выдавать ключи раз вы в срок не можете уложиться ведь стройка это очень ответственно наталья добрый день вы приобрели выбрали себе квартиру в жилом комплексе огни и залива почему именно здесь мы рассматривали два варианта и почему-то вдвоем с мужем склонились к этому сошлись на этом вид внешний мы живем в этом районе уже очень давно и нам нравится привыкли к этому месту привыкли у нас ребенок здесь отходит поэтому хотелось бы чтобы были остались в этом районе только поэтому а сейчас уже жалеем почему жалеете потому что я не ожидала что столько проблем будет в таком комплексе он как бы не дешевый и жилье заявлено как комфорт-класса тут по-моему даже хуже чем эконом учитывая потопы которые происходят учитывая недоделки конечно понятно почему они все это делают сдали в таком виде ввели якобы в эксплуатацию в доме нет стекол перегородок потопы случается уже был не один потоп и видео эти есть информация есть она уже в сетях есть вот квартиры затоплены с отделкой неизвестно какие потом вылезут проблемы плесень это будет однозначно от нее не избавиться поэтому мы сейчас идем принимать без отделки я знаю что у меня нет створки я знаю что у нас нет перегородки с соседями мы даже ремонт не сможем по сути начать здесь его с соседями теперь в одна квартира у нас балкон общий по нашему стояку получается нет ни на одном этаже перегородок ну не знаю поэтому мы пока думаем примем мы сегодня или нет сушки весело вообще а как вам вообще вот сама организация от этого процесса прохода через пункт досмотра охраны застройщика буфа вот как часто сделано как вам такая сдача я вот думаю меня потом пустят не знаю не знаю главное со мной не ходите меня не пускают ну что я могу сказать я с таким впервые столкнулась вообще потому что у меня родственники покупали квартиру знакомые покупали квартиру но чтобы через кпп действительно секретный объект ну да не кстати хорошо хоть колючей проволоки здесь нет просто забор строить наверное и просто сняли сняли ну что он только здесь можно пожелать чтобы они быстро все исправили сделали вы приняли долгожданную свою квартиру и уже этом решали волос конечно на добросовестность но есть сомнения я думаю что им просто не повезло с подрядчиком но это же не ваши сложности правильно как потребителя не мои сложности я просто про него читал информацию я так понимаю он не строил жилые дома поэтому это было их ошибка конечно что делать мы страдаем из-за этого это же коммерческая организация почему они свои ошибки должны перекладывать на нас с вами а так сожалению так и получилось получилось да потому что да особенно я представляю когда у тебя квартира с отделкой тоже хочешь привести мебель поставить кухню а у тебя получается фактически ты на какой-то стройке живете можно привести мебель и поставить кухню а на завтра тебя тебе хлынет на голову поток воды поэтому это неприятно конечно да я думаю что вы еще услышите об этом но думаю что она уберут забор я сюда приду обязательно приходите у вас есть мои контакты может я вас в гости приглашу уже когда буду собственно договорились легкой вам приемки спасибо большое кстати детский садик отсюда виднеется вот он а вот это друзья школа школа конечно очень большая как считаете друзья правильно ли поступила застройщик что запретил меня охране допускать настройку и как вам вообще передача квартиры и соответственно проход к своей квартиры через пост охраны напишите в комментариях друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь этим видео чтобы застройщику было в следующий раз неповадно и стыдно а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры подогнал «Симон»